К созданию этой зоны отдыха в поселке Новодрожино местные жители шли больше трех лет. Территория давно нуждалась в подобном месте, ведь раньше массовые мероприятия приходилось проводить под окнами многоэтажек. Реализовать проект удалось за счет инициативного бюджетирования. Проект реализовали быстро, проголосовали на доброделе, сделали качественно. Можно посмотреть здесь зоны отдыха, не только зоны для занятия спортом. Мы надеемся, что в следующем году нам администрация и депутаты помогут организовать дополнительно какие-то секции. И обязательно мы еще что хотим, далее благоустраивать эту территорию, потому что озеленить, например, грамотно, красиво. Теперь здесь есть сцена, трибуны, лавки, пешеходные дорожки, навесы для проведения различных спортивных и творческих мероприятий. Воплотить задумку жителей удалось благодаря активным действиям местного депутата Валерия Черникова, который за этот год выполнил не один наказ своих избирателей. Не хватало этого, все хорошо обустроено, красиво. Решается на веренной Валерию Черникову территории транспортный вопрос. Так, в этом году произошло расширение проезжей части на одном из участков Росоргуевского шоссе. В обе стороны по дополнительной полосе для поворота на Боброво. Также в рабочем поселке идет создание парковочного пространства. Благодаря, наверное, администрации Ленинского района и в том числе Валерию Николаевичу огромное спасибо, мы наконец-таки добились того, чтобы нам сделали парковочные карманы. Начиная от лесной улицы 18-го дома, 20-й, 22-й и 24-й. У нас сейчас как бы в проекте и в планах убрать отсюда весь грузовой транспорт, рабочий транспорт Петровича, который не принадлежит совершенно к нашему району, и грузовики. Которые занимают сразу несколько парковочных мест, предназначенных для легковушек. Решением этого вопроса депутат Черников планирует заняться в следующем году. На этот же период совместно с Министерством транспорта Московской области и МОЗ Автодором запланировано создание пешеходного тротуара вдоль проезжей части, ведущей от Боброво до разворотного круга 18-го автобуса. Процесс начался, но он в этом году не завершился, его не смогли реализовать по причине того, что там зашли на территорию память культурного наследия, нужно пройти согласование для получения порубочного билета. Также тротуар в следующем году появится вдоль недавно созданной дороги по улице Лесная. Деньги в бюджет на это уже заложены. А пока здесь установили столбы освещения, что значительно облегчит движение автомобилистов. Очень признательно всем и большая благодарность с моей стороны. Большая работа идет по ликвидации очередей в дошкольные учреждения. До конца года планируется запустить два мини-детских сада. За год я вижу действительно большую положительную динамику, я вижу развитие у нашего ЖК, оно не стоит на месте. Те проблемы, которые были 4 года назад, 5 лет назад, 16-й год, когда ЖК начал формироваться, идти в то состояние, которое сейчас очень большое, колоссальное улучшение. Высокая потребность жителей стремительно растущих микрорайонов была в создании многофункционального центра. Буквально месяц назад и этот наказ был выполнен. В поселке Лопатина открылся большой офис «Мои документы». Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВиднетВ.